Субтитры сделал DimaTorzok 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 У меня там было может рублей 600 И получается Решил закинуть У меня было как раз ДК Нажимаю купить А тут бац У меня ДК пропадает Представляете Вот ровно минуту в минуту И Не повезло мне В общем Оказался полным мраком И Кстати Диман сказал То что Он тоже пишет Весплей Я его каналу Обязательно помещу В описании Зайдите Подпишитесь Все таки Старается И старается Довольно не зря Весплей Очень качественный Наверное даже Конкурсы есть И будут Да Ну Да Планируется Скоро На неделю Вот У него Скоро Это я так понимаю На 2000 подписчиков Да Да Вот Ребят У него там Почти 2000 1800 А следовательно Если вы подпишетесь То Вернее Чем быстрее Вы подпишетесь Тем быстрее Будет Этот конкурс И следовательно Вы можете Поучаствовать И что-то Выиграть А если не секрет Какой будет приз На самом деле Конкурс Я еще сам Не придумал Но приз Будет Достаточно Большой Конкурс На 100 тысяч Кристаллов У нас Ребята Вот 120 тысяч Кристаллов Считайте На Рикошет Третий Вы можете За Рикошет Вернее Третий Вы можете Как-то Побороться Со скидочкой Если Подсчитать Рикошет Третий Где-то Стоит 250 тысяч Да Да Честно говоря Не считал Приблизительно Вот Я кстати Ребята В 50 Лесплей Говорил Вот бы Попались Скидочки На ДК И было Как раз Скидочки На Донаты Было бы У меня Как раз ДК Это Сванговал Что ли Вот Но к сожалению К сожалению У меня Не получилось Полностью Воспользоваться Этим Предложением И Приходится Довольствоваться Тем Что есть Так Диман Так Давай Не будем Затрагивать Тему Насчет Ника Самому Не нравится Ну ладно А если Тебе не нравится Долгая история Насчет Ника А насчет Сменить Мне тупо Впадло Отдавать Сто тысяч Кристаллов Ну В принципе Да Но я Сменю Потому что У меня Был Ник Вообще Детский Я не думал Головой Какой Ник Создавать У меня Тогда Еще Было Столько Фантазий Ну ладно Вот Серега Почему Теоника Именно Серега Через Букву Джей Получается Как Серджога Ну Так Создавал Изначально У меня Вроде На Ютубе Какой Там Канал Был Но Я Там Ничего Кладу Просто Сидел Видео Смотрел Через Него Тоже Так Также Назвался Почта Примерно Такая Уж Была Вот И Решил Так Ж Создать Не Запариваясь Особо Меня Не Планирую А Ты Получается Как Долго Модератором Состоишь Уже Почти Полгода Ого А Как Долго Ты Владеешь Этой Краской Месяц Вот Ребят Видите То 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 Ребят Лучший Помощник Месяца И Он Отличился Получается В прошлом месяце Очень даже Хорошо И Следовательно В следующем Месяце Отличиться Тоже Хорошо Ну Я По крайней мере На это Надеюсь И Мои надежды Будут Не зря Вот Ну И Вы Слышали Думаю Фрагмент Из нашего Разговора То Что Он Сказал И Почта Была Тоже Так Что Если Что Можете Там Полазить Повламывать Кому Интересно Может По ролику Дашу Подобрать Поиграете Почта Была Раньше Сто Лит Назад Сейчас Все Поменялось Да Но Все Так Надежда У Подписчиков Наверное Появилась И И По 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 Моему Уникальные Краски Даже Которые Выдаются За клановые Сражения Нельзя Микро Прокачка Да Да Это Тоже Нельзя Это Конечно же Печально Представьте Чемпион Кратко Прокачать Тео 50 Потратить Конечно Там Миллионов Десять Но А тех Пушек По 50% Считайте Недоделанный Годмод У него Правда 99% А тут 50 Вот Кстати Как Мамто Твинцем 4 Ощущается Это Вопрос И К Диме И К Сереге Вообще Очень Так Вполне Нагибаторски Ну Вполне Нагибатор Приходишь И Приходишь И Разбираешь Нет Ну Нагибаторски Это Очень Обширное Понятие Тут Даже Вот Против нас Уже Гром Оделся Скалу Напрялил Потому что Терпеть Нас Не может Видимо Ну Я так Понимаю Все таки Мамто Твинц Решает Своё Дело А ты Диман Что по поводу Этого Думаешь Я Так Что У меня Твинц М4 А Мамон Твинц Третий Я Полностью Мамон Там Не могу Насладиться Но Нагиб Буквально Васпика Ты там Убиваешь Шести Шариков Когда ты На ДД То есть Есть жестокий Нагиб Но Иногда Раздражает Такие игроки У которых Есть краска Скала Они сразу Её Одевают И Это Очень Печатаю Вместе Со Скалой Тоже Выносишь Правда Подольше Ребят Вот Поэтому Я Купил Скалу Потому что Знал Что Будут Такие Нагибаторы Кстати Я Даже Наверное Хочу Поделиться Планами На свои 520 тысяч Кристаллов На все 520 Если вы Не против Вы Не против Потому что Несколько человек Мне спрашивал В личку Что ты будешь Покупать Если Задонатишь Ребят Я уже В прошлом ЛП Купил Жигу М3 Я думаю Вы Дозаметили Один Танкист Это Кстати Я ошибся Это Не 9 Сентября А второе Воскресенье Сентября Это Я просто Перекупил Дарой А в этом году Будет 14 Да Через 2 недели Кстати Да Как раз Потому что 1 сентября Все таки Понедельник И Если было бы 1 сентября Воскресенье То Скидками Мы довольствовались бы Довольно быстро Буквально На 1 неделю Ну а теперь Придется 1 недельку Подождать Но я думаю Это не сильно критично Тем более Может быть У меня получится Еще как-то Кристалликов Понасобирать Вот И я возьму Себе Викинг М3 Кстати У кого-нибудь Есть Викинг М3 Конечно У меня Вот И как Вот Как вы думаете Что лучше Викинг Или Хантер Лично По мне Так Я вообще Не люблю Корпус Хантер Я не знаю Почему Но он Мне не нравится Он какой-то Неповоротливый Неполноценный Сказал бы Да Ну Как-то так И не то Не сё Викинг Более Такой устойчивый Ну Убедит Как Ну не знаю Насчет устойчивости Я бы не сказал Потому что Викингу массу Очень сильно урезали И И считайте Поменялись Диктатором Диктатор раньше Был Ой Прости Диктатор раньше Был Всё-таки Полегче Самым легким Корпусом Хантер В серединке Где-то был А Викинг Был На первом месте По своему Так сказать Увесистому Параметру И Поэтому Это был Его плюс Так как его Нельзя было Перевернуть А сейчас Знаменки Подорвался Подлетел В бок Стрельного Смог Какая-нибудь Хоть и ноль Наверное Ну Ноль Это я конечно Уже сильно Преувеличил Но Всё равно И ты уже Лежишь В минусе И Лежишь Пока Отрезкаешься На новом месте Вот Наверное Возьму Викинга Потому что На Хантера Мне Кристаллов Возможно Не хватит Всё-таки Он у меня М0 Пока что Я М3 Вернее М2 М1 Не делал Не покупал Модификацию А Викинг У меня Как раз М2 Вот Куплю себе Грома Третьего И Рикошет Третий Кстати Как вы Относитесь Грома Рикошету Гром Мне нравится Рикошет Не очень А тебе Диман Рикошетом Я не владею Он у меня М2 А Гром У меня М4 Ого Гром Достаточно Хорошая пушка Реально Можно М4 Всё Хорошего Да Реально Можно Покинперить Денегу Точно Так же Как и Сирен Сипа Набывать Фрожки Набивать УП Достаточно Хороший Вот А мы Тут даже С Жекой Кто смотрел Восплей На безумие На хантера шафте Мы с ним Сделали Такой Тест Что Либо Бенчмарка Своеобразного Что лучше Рикошет Третьего Гром Третьего Вот Но К сожалению Мы Это Ещё Пока Не Усумели Проверить Так Как Мы Хотели Это Сделать Именно Удвоем Но У нас Нету Подходящего Средства Так Сказать Но Когда я Куплю Грома Третьего Или Рикошета Третьего Мы Это Конечно Проверим Вынести У меня Есть Гром Рикошет Я могу Вам Помочь Ну Вот Да Мы Тебя Напомнить Тоже Позовем Кстати У тебя Получается Фу Гараж Да У меня Да И Все Краски Куплены Не Не Все А Почему Близко К этому Ну Я Правда Не Понимали Дек Купают Абсолютно Там же Магазин Купить Нечего Да Ну Остается Только Два Комплекта И то Это Нарко Ну Нарко Всю Конечно Не Скупишь Это Думаю Невозможно Вот Ну Я Не Понимаю Зачем Им Те же Краски К примеру Прибой Тот же Ржавчина Вот Такие Низкопронные Ну Для Виды Чтоб Были Ну Для Виды Это Что С Кристаллами Делать Для Понтов А на МПК Потратить Вот Лишний М4 Параметр Никому Не Помешает Я Думаю С Вот И Получается Я даже знаю Нескольких Людей У Которые Они Полностью Донат Это Безымянец Злой Кролик Конечно Вот У Безымянца Уже На Командоре Full Гараж Куплен И Полностью Наверное МПК Я не знаю Как Насчет Оно У Кролика Там Хори Рельса Потом По урону У него Твинс Рикошет И Жига Тоже Вроде бы На МПК Вот Но Это То Что Я знаю Не будем Вдаваться В подробности Вот Кстати Кто знает Что Злой Кролик Уходит Вот Как Вы Отреагировали На Его Уход Честно Скажу То Что Злой Кролик Меня В последнее Время Ничем Не Радовал Выходили Не так Часто Начали Загибать Про Какие То Бунт Бунт Там Начал Какого-то Устраивать Я не знаю Мне кажется Это Не прав И Ни в коем Случа Не надо Это Делать Это Твоя Точка Зрения Но Точно Не надо Призывать К этому Людей Для Меня Так Не знаю То Что Уходит На Четыре Года Конечно С одной Сторон Печально А с другой Сторон Как Б Ладно Фикс Ушел Да Ушел Вот Ну Тоже Насчет Фриза Я думаю То Что Он Писал Удалите Фриз Удалите Фриз Я думаю На Разработчиков Это бы Никак Не Повлияло Они Вот Не Зайдут В Игру И Просто Не Нажмут Делит И Не Удалят Фриза Это Конечно Принесет Большой Дисбаланс К Игре Надо Будет Опять Делать Ребаланс Пушек И Корпусов Потому Что Фриз Это Практически Основная Пушка И Тем Более Она Очень Даже Востребовательная Думаю Она У каждого В гараже М3 Есть У которого Возможно Ну Конечно Ж Это Не Буквально Но У многих Есть Вот И Мы Там Еще Это С чего Мы Начали С того Что Я буду Покупать Наверное Да Или Да И Возьму Все Получается Еще Тысячу Нару Ребят И Возможно Что Нибудь А И Я Хочу Вот Как Раз Прокачать Рельсу Полностью На урон У меня Там Остается 6 Шажков Вроде Если Я Не Ошибаюсь И Будет Она У меня Полностью Прокачана На урон Это Тоже Там 100 Тысяч Если Со Скидкой 25 Процентов Кстати Насчет Скидки Сегодня Пятница 29 Вроде Число Кстати Спасибо Дим Что Перевернул Извиняюсь Можно Забить Вот И Получается Что Завтра 30 31 На Скидки На Двойные Фондики Перевернул Вы Кстати Будете Завтра Задрить На 2x Фоны Да 2 дня На Самом Деле У меня Завтра День Рождения Ой Ребят Конечно Я Тебя Сейчас Вообще Это У Димана Уже Сегодня По его Времени День Рождения Получается Да У меня Сейчас Ночь Я Жил В Сибири В Новосибирске Сейчас Время Сейчас Ночи Можно Сказать Что Это День Настал Когда У меня День Рождения Ребят Но На самом Деле Я Никак И праздновать Не буду Я Не знаю А Почему Посмотрим Ребят Уже Да Поздравляем Сразу Я Не Знал Конечно Поздравляю У тебя Кстати Если Ты В Новосибирске Живешь Получается Где-то В канун Нового Года Будут Приезжать Танки Тебе В город Если Я Не Ошибаюсь Обязательно Сходишь Ну По крайней Мере Постараюсь Посмотрит Может С учебой Что Нибудь Не Совпадет Там Ну Какой-нибудь Подводный Камень Всегда Не Есть Может Что-то Не Совпадет Надеется Что Я Туда Попаду Ну Возможно Я Так Понимаю Там Вход Будет Наверное Платный А может И Бесплатный Не Знаю Но Думаю По Стоимости Будет Не Сильно Большой Вот Ребята Этот Лестплей Наверное Выйдет Во вторник Потому Что У меня Было Такое Хорошее Настроение Позаписывал Много Лестплей Не Помню Говорил Не Говорил Вот И До Понедельника Лестплей Уже Записаны Залиты На Ютуб Будут Опубликованы В 6 Вечера Я Думаю Вы Заметили Кто Очень Пристально Смотрит За Каналом Мейн Тот Заметил То Что Постоянно Они Публикуются Ровно В 18.00 Вернее В 19.00 По Москве Или Стоп Подожди Если Я Выставляю Время На Ютубе Оно Автоматически Московское Да Нет Оно Твоё Ну Значит В 18.00 По Моему Времени Это В 19.00 По Московскому Вот Битва Уже Закончилась Серёга Был На Ладно Ребят Подошёл У нас Бой К Концу Думаю Получился Не Очень Таким Скучным Потому Что Ребята Что Там Молчали Думаю Не Стеснялись Просто Говорить Вот Ещё Раз Пристально Слушали Тебя Понятно Маска Вот Ещё Раз Ребят Поздравляю Димана Днём Рождения Обязательно Ссылка На Его Канал Будет В Описании Заходите Подписывайтесь В Дальнейшем Ссылка На Канал Серёги Тоже Будет Он Пока Что Ещё Не Начал Насколько Я Знаю Ведь Моя Информация Верна Да Всё Верно Да Вот Ну что Ребят Всем Спасибо За Просмотр С Вами Был Берик Серёга И Диман Всем Удачи Всем Пока Всем Пока 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 Ребят